Всем привет! Эти наушники я слушаю уже практически три недели и в этом видео хотел бы поделиться с вами пятью причинами купить данные наушники от Blackview. На данный момент на них практически нет обзоров и я считаю, что это очень недооцененная модель и эту ситуацию нужно исправлять. Почему? Потому что эти наушники реально стоят того, чтобы их рассмотреть к покупке. Первое, что впечатляет в этих наушниках, это конечно то, какая подача. Подача просто царская, вы получаете не только сами наушники, но еще и кучу разных аксессуаров. Помимо действительно полезных аксессуаров, вы получаете еще и такие бонусы в виде мешочка или кейса для переноски. Вот такой вот замечательный кейс, который позволяет наушникам не пылиться, лишний раз не царапаться и даже избежать попадания влаги излишней. Дополнительные сменные вкладыши, причем это касается уплотнителей для уха и уплотнителей, которые вставляются непосредственно в ушную раковину. Ну и конечно же кабель USB, USB-C для зарядки и инструкцию. Но это все мелочи жизни, практически любой серьезный бренд сейчас предлагает такую комплектацию. Что же касается реально веских причин, почему стоит купить эти наушники, то причина номер один это великолепное качество звучания. Единственная моя личная претензия это, как мне кажется, легкий прирост высоких частот. Это ощущается особенно на большой громкости и на электронной музыке с такой большой компрессией. То есть на каких-то таких современных композициях, где в принципе все выглядит как такая сплошная колбаса. Ну кто примерно понимает в звуке и понимает как строится музыка, как она сейчас делается. Вот электронная музыка, она настолько задавлена и настолько она закомпрессована, что там практически нет каких-то спадов и так далее. Я сейчас говорю про интенсивную электронную музыку типа транс, там drum and bass и так далее. Так вот в таких жанрах вы будете слышать легкое подцикивание. И это подцикивание оно слышно как раз таки в интенсивной музыке. Если слушать, например, более спокойные электронные жанры, такие как low-fi, garage и так далее, то в принципе ничего подобного вы и не услышите. А если слушать индустриал жанры, если слушать, например, экстремальные, там не знаю, типа go, trance, то понятное дело, что это все будет возможно влиять на восприятие от музыки. Но могу отметить, что это услышит только молодой человек, у которого действительно очень острый слух и который имеет достаточно ровный слух, ровный такой слуховой диапазон, в том числе и по высоким частотам. Как правило, с возрастом высокие частоты уже воспринимаются не так хорошо. И как раз эти наушники подходят, получается, для поколения там 30-65, вот примерно так. Вот в этом промежутке, я думаю, что вы не заметите вообще никаких нюансов по звуку. Если у вас слух слишком острый, там вам 18, я не знаю, там 25, то понятно, что скорее всего высокие частоты, возможно, будут преобладать по вашему мнению. Что касается второй причины, почему стоит купить эти наушники, это их невероятное удобство. Я даже не стал менять эти вкладыши, почему? Потому что они действительно очень удобно вставляются в уши и, как вы можете заметить, здесь еще используется такое магнитное крепление. То есть эти наушники, помимо того, что удобно сидят в ухе, они еще удобно сидят на шее и удобно их транспортировать на шее. То есть они не болтаются из стороны в сторону, особенно это удобно, когда едешь на велосипеде или там в транспорте и так далее, где есть какая-то тряска. То вот такое магнитное крепление, это действительно хороший бонус. Но единственный минус, что есть наушники, которые при примагничивании понимают это и ставят музыку, воспроизводимую на паузу. Здесь этого нет, такой опции. Но зато в целом магнит достаточно мощный и они не отклеиваются друг от друга. Третья причина, почему стоит их купить, это их великолепная цена. Я промониторил рынок, я посмотрел, что примерно за эти деньги продается. И практически никто не может предложить за эти деньги поддержку aptX и aptX HD, что немаловажно. О чем я говорил вот в самом начале, что первый пункт это великолепное качество звучания. Оно добивается не только усилителем, встроенным в наушники, не только звукоизлучателем, то есть динамиками, которые в наушниках. Но и добивается тем, что вы получаете исходный файл со смартфона в том качестве, в котором он в принципе находится на смартфоне, либо потоково, что вы получаете. Например, если вы слушаете через дизер, то скорее всего у вас есть возможность слушать флаг. И конечно же терять такую возможность из-за наушников, то есть иметь такую потерю в наушниках, это не очень здорово. Здесь же вы такой потери иметь не будете, при условии, что у вас смартфон будет поддерживать aptX HD, ну и конечно же наушники. Эти наушники поддерживают aptX HD и при сопряжении, которое кстати очень быстро, также они отображают, сколько сейчас заряд, протокол подключения aptX HD. И собственно эти наушники, если у вас нет aptX HD в смартфоне, они подключатся по более качественному протоколу, который возможен для вашего смартфона. Если это SBC, по SBC, если AAC, то AAC. Естественно, если у вас только aptX поддерживается, то они подключатся только по aptX. Что касается четвертого момента, который хотелось бы отметить, четвертого такого пункта очень важного, это то, что здесь поддерживаются полностью все необходимые навигационные возможности. Например, постановка на паузу, воспроизведение, по многократному нажатию голосовой ассистент, вернее дозвон на последний номер, который набирался. А голосовой ассистент по длительному удержанию. Значит, по кнопкам плюс-минус громкости присутствует, также увеличение громкости и уменьшение, но по длительному удержанию вперед и по длительному удержанию назад возможно переключение. Это тоже очень удобно, особенно для тех, кто слушает музыку из рекомендованного, как я. Я вот слушаю Яндекс.Музыку и там он часто мне рекомендует в плейлисте, и музыка может мне не подходить. Я просто перелистываю, даже не доставая смартфон из кармана. Ну и, конечно же, пятая причина, это то, что у данных наушников отличное качество соединения. Есть наушники, которые во всем прекрасны, но у них постоянно либо отваливается Bluetooth, либо расстояние не сильно большое, либо кладешь смартфон в карман, все, начинаются проблемы, какие-то прерывания, кладешь в рюкзак, та же самая история. То есть смартфон нужно держать постоянно либо в руке, либо где-то рядом. Вот, здесь такой истории нет, прекрасно соединяется также в режиме гарнитуры. Единственное, что здесь микрофон используется простой, бюджетный, например, когда я разговаривал с супругой, я у нее спрашивал, как качество связи, она говорит, нормальная. То есть нет такого, что вау, качество связи просто там отличное. Это обычное, нормальное. Ну вот такие пять причин, которые хотелось бы назвать, я считаю, что они достаточно веские и самые, наверное, важные и полезные. Конечно, насчет удобства я еще забыл сказать, что они не вываливаются из уха, это тоже важная характеристика. И то, что они полностью изолируют вас от внешних шумов. Для кого-то это проблема, потому что кто-то хочет мониторить, что сейчас происходит вокруг, для того, чтобы там не попасть в ДТП или еще что-то. А кто-то хочет в основном, да, люди хотят полностью погрузиться в музыку и чтобы ничто не отвлекало вокруг. Вот это те наушники, которые полностью изолируют внешний шум, для того, чтобы вы наслаждались музыкой. Спасибо всем за внимание. Кому интересно, где их купить по самой лучшей цене, ссылку я укажу в описании. Там же будет ссылка на два кэшбэка, чтобы вы могли сэкономить при покупке. Есть также полностью черная версия без красного кабеля. Ну тут уже кому как больше понравится. Качество изготовления тоже на высоте. Ничего не отвалилось, не сломалось, не перетерлось. Ну пока что за три недели использования у меня никаких вопросов по качеству изготовления. Все, пока. Продолжение следует...